Встреча прошла в формате делового завтрака, удобном для открытого диалога бизнеса и власти. Анатолий Пахомов отметил, что поддержка малого бизнеса, а в Сочи это 80% от всей доли предприятий, это одна из приоритетных задач. На поддержку МСП направлены четыре региональных проекта. Бизнес будет активно вовлечен и в реализацию нескольких нацпроектов, в частности, безопасные и качественные дороги, демография и формирование комфортной городской среды. Иными словами, местные бизнесмены могут стать подрядчиками для строительства соцобъектов, ремонта дорог и благоустройства скверов. Буквально все эти проекты реализуют исключительно местные предприниматели. И генподрядчиком выступают у нас везде сочинские предприниматели, и субподрядчиками выступает малый бизнес города. Поэтому все те строители, которые раньше строили жилье, они практически сегодня все работают на социальных объектах, то есть реализуют национальные проекты. Сегодня в городе действует 18 программ для поддержки малого бизнеса. Именно поэтому доля МСП в Сочи показывает прирост ежегодно на 5%. Это больше средних показателей по краю. Бизнесмены могут рассчитывать на участие в программах льготного кредитования. Мэрия оказывает имущественную и информационную поддержку. Это та самая консалтинговая помощь, на которую предусмотрена у нас ежегодно. Небольшая сумма, но тем не менее это миллион рублей в год. И предприниматели наши имеют право и получают эту бесплатную консультацию. То есть они могут прийти и не один раз в центр поддержки и получить ответы на их вопросы. Сами бизнесмены в Сочи тоже активны. Около 80 предпринимателей состоят в объединении «Опора России». Эта организация направлена на формирование благоприятной бизнес-среды. Они и выступили организаторами делового завтрака. Бесплатную помощь бизнесменам и начинающим, и уже состоявшимся, оказывают и в центре поддержки предпринимательства. Мы создали специальное бюро по защите предпринимателей, где это на региональном, на федеральном уровне. Мы готовы поддерживать, защищать интересы, лоббировать эти интересы. Ну и таким образом выстраивая диалог с представителем государственной власти. В Сочи ведется и активная работа со студентами и школьниками, которые хотят заниматься предпринимательством. Это проекты «Бизнес-инкубатор» и «Венчурный акселератор». Активисты уже получили гранты на реализацию своих бизнес-идей. Еще больше мероприятий, направленных на популяризацию МСП, запланировано на следующий год. 2020-й в Краснодарском крае объявлен годом предпринимательства.